Садукеи и фарисеи Садукеи были абсолютно убеждены, как караимы, гораздо более позднее развитие, что существует только письменная Тора, и в этом они, наверное, были близки к современным христианам, в том смысле, что современные христиане относятся к недоверием к тому, что называется устной Торой или устным законом. Но оплатой за вот эту правильность или псевдоправильность, в зависимости от того, какую позицию вы занимаете в этом вопросе, оплатой было за то, что они не верили в воскресение мертвых. Ну, видимо, по простой причине, потому что нету ярко выраженного упоминания, в Торе вообще нет, в воскресении мертвых. А в дальнейшем есть воскресение мертвых, но не в том контексте массовом, в котором, естественно, говорил об этой новозаветной истине, и которые утверждали фарисеи, что однажды будет суд и как бы будет массовое воскресение всех из мертвых. Это была одна из краеугольных причин разногласия между фарисеями и саддукеями. Поэтому, когда к нему подходят саддукеи, естественно, они утверждают, что нет воскресения, тогда они его спрашивают. То есть, обратите внимание, постановка вопроса, то есть, как бы, а мы-то знаем, что никакого воскресения нет, но ты-то в это веришь, как и наши недруги фарисеи. То есть, они соотносят его с фарисеизмом в полном мире здесь, и они говорят его, учитель, Моисей сказал, то есть, они ссылаются на Моисея, который они свято чтут, по крайней мере, теоретически. И, письменная Тора, это их вотчина, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть женится на жене его и восстановит семя брату своему. Так называемый ливератный брак, который нам описан, если умирает мужчина, не оставляя после себя потомство, то его брат должен войти к этой женщине и восстановить имя или семя брату своему. «Было же у нас семь братьев, и первый, женившись, скончался, и так, как от него не было семени, то жену свою он оставил брату своему, подобный второй, третий, до семи, после же всех умерла жена». Итак, вопрос хитрый. «В воскресенье кого из семи будет она женой? Ведь все же с ней спали или все имели ее? Иисус же ответил им, вы заблуждаетесь, не зная описаний, ни силы Божьей. В воскресенье не женятся и замуж не выходят, но пребывают, как ангелы на небе, и в воскресенье мертвых неужели вы не читали сказанного вам Богом? Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иякова». Я хочу подчеркнуть здесь один момент, сразу, а мы потом поговорим о другом. Они пребывают в воскресенье, как ангелы на небе. Не путать, как ангелы, сыны Божии в шестой главе книги «Бытие». Это две разные вещи. Ангелы, как на небе, действительно, бесплотяны и духовны. Ангелы, которые приходят на эту землю, кстати, те, которые посещали Авраама, во-первых, они всегда мужского пола. И во-вторых, они даже едят, что, в общем-то, говорит, что они не только духовны. Поэтому здесь воскресенье мы не имеем с сынами Божьими, которые входят к дочерям человеческим, и связанные с ними нефилим, или падшие, или великаны, или как это называется по-русски. Так или иначе, здесь речь идет об ангелах, которые пребывают на небе. То есть, в воскресенье из мертвых не надо ни жениться, и, слава Богу, и не разводиться. А в воскресенье мертвых неужели вы не читали сказанное вам Богом? Я Бог Авраама, Исаака, Якова, Бог не мертвых, но живых. И, услышав, народ изумлялся в учении его. Интересно, что задают-то вопрос ему саддукеи, но они задают ему вопрос не тайно, потому что они хотят настроить против него народ. Или, может быть, они хотят настроить народ таким образом, даже против себя, чтобы побудить народ к восстанию. Я хочу еще раз напомнить, что когда Иисус незадолго до этого переворачивает столы в храме, это бизнес Каяфа и Иоанны, это их семейный бизнес. И они воспринимали, они, естественно, из саддукеи были, они воспринимали это как угрозу своему материальному благополучию. Вдобавок к тому, что они видели это угрозу своему благополучному существованию, своей власти, духовной власти, и они не хотели связываться с римскими властями. Возможные восстания, это был очень сложный период времени, который в конечном итоге и вылился в восстание 62-го года, которое закончилось в 70-м году разрушением Иерусалима. Но даже за 30 лет до этого брожение, как мы видим, зелотов и прочих несогласных с их политикой происходили в Иерусалиме. Поэтому здесь вроде как бы они спрашивают, но они спрашивают не в отдельной комнате, а спрашивают это в присутствии у всего народа, явно желая каким-то образом восставить народ, либо против него, чтобы они его уничтожили, Иисуса, либо даже против себя. Но ценой того, что будет бунт, и тогда будет юридическая причина, или вполне нормальная причина, освободиться от него. Итак, Матфей начинает рассказ о разговоре Иисуса и Саддукеев. И он, согласно законам Торы, в толковании традиции, если человек умирает, не оставив детей, как мы сказали, то брат его должен войти. Но на самом деле, историю, которую приводят ему Саддукеи, это очень расхожая фольклорная история того времени, которая встречается очень часто. Если Саддукеи не обладает здесь какой-то оригинальностью, это вопросы, которые, знаете, вот как викторина, что, где, когда, вот собираются умники, и они задают какие-то вопросы по Торе. И вот этот вопрос, он был очень расхожий. Его задавали в той или другой конфигурации, в различных местах собраний. Например, расхожая фольклорная история, которая встречается в апокритической книге Тувии. «В тот самый день», обратите внимание, слова «в тот самый день», точно так же, как и здесь, в Новом Завете, «случилось Исари, дочери Рагуиловой, в ректабанах медийских, терпеть укоризны от служанок отца своего за то, что она была отдаваема семи мужья. Но Асмадей, злой дух, умерщвлял их прежде, нежели они были с нею, как с женой». Вот эти внимания, те же семь мужей, которые те же, точно так же умирают, и они умирают еще до того, как она становилась им женой. «И они говорили ей, разве тебе не совестно, что ты задушила мужей твоих? Уже семерых ты имела, но не назвалась именем ни одного из них. Что нас бить за них? Они умерли, иди ты за ними, чтобы нам не видеть твоего сына или дочери вовек». Услышав это, она весьма опечалилась так, что решилась было лишить себя жизни, но подумала, «Я одна у отца моего, если сделаю это, бесчестье ему будет, и я сведу старость его с печалью в преисподнюю». То есть этот сюжет о том, что вот, это был, кстати, еще термин, который так и назывался в иудаизме того времени, этот термин назывался «убивающая жена». То есть жена, мужья, и вот они женятся с ней по каким-то причинам, они умирают. Существовал спор между раввинами в этом случае, что делать с такой женой. То есть является ли болезнь женщины или какая-то внутренняя духовная болезнь причиной смерти ее мужей, или же это просто у нее, как говорится, планида, то есть у нее вот такая судьба. Расхождение разрешалось следующим образом. Они говорили так, раввины. Если мужья умирают после обручения, но перед бракосочетанием, помните, мы в разговоре об обручении Иосифа и Марии, мы с вами говорили об этом, что между обручением и бракосочетанием проходит какое-то время и бракосочетание с момента подписания брачного договора. Но формально считается его женой с момента обручения, с этого момента никто не может к ней войти, включая его самого до момента бракосочетания. Поэтому тут есть разрыв. И они говорят, если мужья умирают после обручения, но перед бракосочетанием, то естественно нет вероятности, что причина смерти болезнь жены. Понятно. То есть они обручились, но никакого физического контакта нету. И духовного они вместе еще не живут. Следовательно, у такой жены, женщины просто злая планида. То есть у нее вот такая судьба. И ей не судьба иметь мужа-кормильца. Обратите внимание, что вообще решается вопрос не о мужьях, а решается вопрос о женщине. Вот беда у нее, умерла все семь, но ей не суждено иметь мужа-кормильца. Однако запрет на замужество убивающей женщины, а их называли термином убивающая женщина, то есть люди боялись. Представьте себе ситуацию шестого мужа, он знает, что все пять благополучно умерли. Он говорит, однако запрет на замужество убивающей женщины не распространяется на случай левератного брака. Это значит, что другой не может на тебе жениться, потому что у тебя такая злая судьба. Но брат обязан на тебе жениться. Представьте себе состояние брата. Он должен жениться на жене своего брата, зная, что брат умер, и при этом еще их было пять перед этим. То есть, сколько бы предыдущих братьев, а понятно, что в этом случае, если брат заходит, брат заходит, сколько бы предыдущих братьев не умерло, старший из братьев, живущих на данный момент в одном месте с умершим мужем, обязан жениться на вдове. Разумеется, что во глазах современников Иисуса это было сопряжено со смертельной опасностью. В этом на самом деле вопрос. Он говорит, вопрос о том, в каком она там будет жената, меньше всех волновал тех, которые женились на ней здесь. Вопрос, который их на самом деле волновал, что с ними будет, когда умерло три, четыре, пять, шесть. Поэтому вопрос от Дукеев не о праве на женщину, а об обязанности принять на себя злой рок. Вот в чем на самом деле суть вопроса. Ну, на самом деле, как бы их интересуют не столько юридические аспекты, потому что они искали уловить Иисуса, но демонстрация несостоятельности веры воскресили. Они говорят, что ты веришь, это какая-то ерунда. Если бы так оно было, то что было бы... Ну, и как мы сказали, еврейская традиция говорит, что ангелы не едят, не пьют и не рожают там, на небесах. Но здесь мы знаем, что Господь, когда их посылает, они этим занимаются. Поэтому воскресение мертвых, неужели вы не читали сказанного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова, Бог не мертвых, но живых, и услышав народ, изумлялся учению и его. Есть традиция, согласно которой праведники – это народ Бога, кто сохранили святость и уже лежат в земле. То есть есть праведник, как бы сейчас сказали богословски, процессуальный, и есть праведник совершенный. Праведник, законченный праведник – это тот, который жил правильно и никогда не совершен. Потому что ни о ком праведнике нельзя сказать, что он будет всегда праведником. А окончательно, в совершенном смысле, о праведнике, можно сказать, что он был всегда праведником, только тогда, когда он уже умер. Поэтому, согласно определенной еврейской традиции, народ Бога – это те праведники, которые сохранили свою праведность, и они имеют жизнь после смерти. Иными словами, это означает, что праведность в принципе невозможна, если нету жизни после смерти. То есть если нету воздаяния за эту праведность. То есть объявить человека праведным можно лишь после его смерти. И тогда это народ Божий, и тогда воздаяние за праведность не может быть в этой жизни по определению. Тогда именно тогда можно понять, что Бог есть Бог живых, не Бог мертвых. И только именно в этом контексте можно понять слова Иисуса. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok